Привет, друг! Ты на канале ProPiter. Сегодня у нас для вас новое видео в рубрике «Что можно купить за?». И мы сегодня отвечаем на вопрос нашей подписчицы. Задача стоит такая. Есть дети, детки разнополые, поэтому минимум трехкомнатная квартира и рядом с хорошей школой. Делаем для нее выборку, обсуждаем цены, рассказываем нюансы. Смотрите, друзья, мы начали с того, что посмотрели рейтинги школ. Вообще, школы с хорошими отзывами. Понятно, что они есть в разных районах, почти во всех. И посмотрели, сколько рядом с хорошей школой будет стоить, например, трехкомнатная квартира. В целом, мы постарались уложиться до 10 миллионов рублей. Потому что я понимаю, конечно, что людям, особенно из регионов, наши петербургские цены кажутся несколько завышенными. Итак, начинаем с нашей любимой Васьки. Конечно же, там будет, скорее всего, старый фонд. Начнем со школы. Одно из первых мест по городу занимает губернаторский физико-математический лицей номер 30. Опять же, да, все знают, что у нас очень хорошее в России именно физико-математическое образование. Айтишники, собственно, оттуда примерно и получаются. Также там замечательная школа номер 18 и школа номер 624. Вообще, весь список школ мы сохраним в ссылке под этим роликом, для того, чтобы вы самостоятельно могли посмотреть. Переходим к квартирам. Первая квартира. Пока не очень понимаю, что это за планировка. Но, смотрите, давайте сразу, вот просто по порядку. Первое. Оно же главное. Трехкомнатная квартира. 56, если округлять, квадратных метров. Не очень большая, но вместе с тем и немаленькая. Потому что мы все знаем, что у нас может быть, например, вообще четырешка. Буквально 40, там, 5-50 квадратных метров в Петербурге такое встречается. 10 миллионов. Стоимость за метр. 180, если округлять, тысяч рублей. Четыре минуты до станции метро Приморская. Это здорово. То есть метро в шаговой доступности. Опять же, Васильевский остров, к сожалению, не так изобилует станциями метро, как, например, Петроградка. Кстати, про Петроградку мы сняли замечательный ролик. Если вы видели наш ролик про Ваську, который сейчас набрал уже больше 100 тысяч просмотров, обязательно подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропустить наш прекрасный ролик про Петроградку. Красивые виды, замечательные места, знаковые дома. Это все там присутствует. И все, как мы любим. Красиво, легко, интеллигентно и с ценами. Для того, чтобы можно было ориентироваться. Смотрим фотографии этого объекта. Так, что-то мне подсказывает, что это хрущ. То есть вот я вижу первую балконную дверь. Вижу батарею. То есть по батарее мы сразу можем определить, что это где-то 70-е года постройки. Высота потолка, скорее всего, 2,70. Так, вот еще один балкон. Так, интересно. А, да, это не может быть хрущ. Знаете почему? Потому что мы брали принципиальные квартиры с большой кухней. Старались, по крайней мере, найти. Потому что я уверен, что все равно пара Брежнева туда протиснется. Но в целом, если была большая кухня, это был прямо знак для того, чтобы квартира попала в выборку. Здесь кухня у нас большая. Вот мы ее видим. Но это, скорее всего, старый фонд. Потому что вы видите, как я это определил, вы можете спросить. Очень вытянутая кухня. Такое впечатление, что она располагается в бывшем коридоре. Хотя я могу ошибаться, потому что у нас в квартире два балкона. Так, смотрите. Вот что интересно. У нас эта квартира вообще какая-то нестандартная. Сейчас мы посмотрим точно адрес. Я, наверное, что-то... Я, кстати, догадываюсь, что это за дом. Это дом бывшей общежития. Скорее всего. Рядом с Васькой там есть один домик. Если это он, то я сейчас отдельно, конечно, расскажу. Смотрите, что интересно. Вот у нас на плане заштрихована эта квартира. Из плюсов. Да, что действительно изолированные комнаты. Получается, у нас аж три изолированные комнаты кухня. Но кухня у нас по факту находится в коридоре. То есть она такая проходная. При этом она большая. 13,8. То есть почти 14 квадратных метров. Три маленькие комнаты. В каждой комнате балкон. Что меня сразу настораживает? Меня настораживает, что если это тот дом, про который я думаю, если это бывшее общежитие, то, конечно, он так себе. Нет, нет, нет. Все, я понял, что это за дом. Мы недавно там снимали шортс. Вот эти характерные балкончики, которые я сейчас вам показываю, вы можете видеть в одном из наших шортс. Сейчас посмотрим точно адрес. Смотрите. Год постройки. 75-й. Индивидуальный проект. Ну, вот именно по балконам мы видим, что индивидуалка, потому что стандартных такого не бывает. 37 квадратов. Ну, много достаточно. Высота подолков 2,50. То есть три лоджии. Ну, такой странный, конечно, проектик. Нет, это не тот дом, которого я боялся. Я боялся дома, который находится вот здесь. То есть здесь есть такой дом, который как китайская стена. И у него проблема в том, что это бывшее общежитие. Это тоже может быть бывшее общежитие. Но тот, он прямо такой притчевый языцах. Потому что там очень дешевые были квадратные метры. И поэтому туда, понятно, заселились как в басне просто и тюлень, и олень. Я недавно читал просто отзыв жильца о том, что там в чердаке вообще какие-то такие огромные связки проводов, которые протянуты непонятно как. Потому что когда это было общежитие и вообще что-то типа таких, знаете, комнат, как современные гостиницы. То есть у вас в современных гостиницах, если вы обращали внимание, в номере там ничего сложнее электрического чайника и фена не лежит. И поэтому нагрузка на проводку рассчитана определенная. А если люди там живут, то появляется у нас большой холодильник, потому что в гостиницах, как правило, только маленькие. Появляются еще всякие кучи приборов, включая микроволновку. И это все очень сильно нагружает электропроводку. И поэтому люди пытаются как-то справляться. В итоге это все становится пожароопасным. Поэтому в этом доме постоянно, который я имею в виду, это, к счастью, не он. То есть этот домик, да, он такой поприличнее, поинтереснее, очень хорошо расположен. Вот вы видите, вы вышли из дома, прошли вдоль другого дома и зашли в станцию метро Приморская. Здесь у вас фитнес-клуб, здесь у вас напротив стадион, напротив у вас бассейн, тоже фитнес-клуб. Рядом парк декабристов. Место Н. Вот. Очень бы, конечно, хотелось посмотреть парадную, но ладно. Читаем описание. В продаже трехкомнатная квартира с хорошей планировкой и тремя застекленными лоджиями на Васильевском острове у метро Приморская. До метро Приморская 6 минут пешком, правда. Санузел в квартире по проекту здания. Что это значит? Если это была бы бывшая общага, дополнительные санузлы туда вставлять, это все равно, что в старом фонде. Если там не запланировала ванна, а ее, например, ставят, ее там отгораживают где-то на кухне или что-то еще, это ничего хорошего. Здесь, в принципе, изначально санузел и планировался. Он это и акцентировал. Ну, собственник, вот видно, указан. Центральная сантехника, вот это и... То есть, человек имел в виду, что там горячая вода и холодная вода. Все понял. Косметический ремонт, комната изолирована. Дом кирпичный, это ценно. Окна выходят во двор, видно стрелку Васильевского острова, телебашни и отлично видно все праздничные салюты. Тоже правда, потому что этаж 8 достаточно высоко, Васька, она все-таки часто малоэтажная. Рядом много школ. Спортивная школа номер 2 Калинини, школа тенниса, академическая гимназия СББГУ, детско-юношеские центры, центры спорта, фитнес-луб с бассейном, поликлиника детская, банки и все прочее. Но это все в шаговой доступности, но тоже факт, потому что это все чаще рядом с метро. Это так повезло дому находиться рядом с метро. Выезд на ЗСД в 5 минутах, тоже правда. Всегда есть место для паркинга возле дома сомнительно. Информация по собственности более 5 лет. Полная стоимость в договоре купли-продажи можно купить в ипотеку. Альтернативная продажа, господи. О, это значит, что они продают и себе что-то навстречу покупают. 4 собственника, 1 несовершеннолетний, опеку пройдем быстро. Вот это я сомневаюсь. Вы меня, пожалуйста, дорогие мои хорошие, вы простите, но я вот за свои долгие-долгие годы в этом бизнесе, я честно вот этим всем не очень верю. Потому что лучше я буду думать, что это все будет долго, дорого и невкусно, а потом окажется, что это легко и быстро. И я буду приятно удивлен, чем разочарован, если я буду рассчитывать, что все будет быстро. Вот, самое важное, что я хотел, чтобы было написано. Вот, спасибо, что написали, потому что вот мне казалось, что это так. Дом раньше был общежитием, сейчас многоквартирный дом. По документам доля квартиры приватизирована. Перевожу на русский язык. Смотрите, вот эта замечательная планировка, вот это вы покупаете долю в квартире. То есть, все равно, что вы покупали бы, например, в старом фонде, в 20-комнатной квартире, 3 комнаты, которые выделены в отдельную квартиру. Представьте такое. То есть, это не квартира номер 7, на этаже номер 8. Нет, это даже не квартира, это, допустим, я сейчас очень округляю, 3,20-х доли в квартире номер 7, на этаже 8. Надеюсь, так понятно. То есть, по сути своей, человек продает 3 комнаты, которые ему принадлежат, они плюс опека. Ну, в общем, именно балконы меня и несколько смутили, потому что вообще всегда традиционно вот эти все секции тоже, они, да, делились на две. И здесь тоже, возможно, был какой-нибудь санузел зеркальный, как вот здесь, как вы видите, да, я вам сейчас на плане показываю. Но вот люди вышли таким образом. Именно поэтому такая невысокая цена. Ну, а мы пойдемте дальше. Этот вариант мне не нравится. Но я должен был вам его показать, потому что, если вы будете делать выборку, очень, может быть, вы об него споткнетесь. Так что, давайте дальше посмотрим, что нам там приготовила судьба. Так, следующий наш вариант. Тоже трехкомнатная квартира. Тоже недорогая. 9,900 по сути своей. Плюс, я уверен, что можно еще сторговаться. 170 тысяч цена за квадрат. 58 квадратов. Если округлять блестяще. То есть, смотрите, 8-я, 9-я линия Васильевского острова. Что это значит? Это значит, что если вы вечерком со своей прекрасной супругой или в одиночестве, или, допустим, собачка у вас, и вы решили выйти прогуляться, вот вы пересекаете большой проспект и выходите на, наверное, лучший вообще вид, лучший вид в Петербурге. Я сейчас даже не поленюсь, открою панораму. Ну, вот этот дом, собственно, вот она сама квартира, типичная Васька. Да, да, мы все видим. Помните, я вам говорил, что как в одном доме квартиры могут стоить в три раза дороже или дешевле друг от друга в одном доме, даже не в соседних. И если вы помните, ответ очень простой. Эта квартира должна быть с балконом. Почему? В старом фоне не делали балконов. Вот мы видим красивый, замечательный, великолепный дом. Сколько мы видим балконов на весь дом? Раз, два, три. Все. Именно поэтому это были самые дорогие квартиры, даже когда строились. Часто они принадлежали хозяину этого дома. И поэтому, соответственно, балконов мало, и это была такая огромная ценность. При этом вот мы рядом видим дом постройки 70-80-х годов. Мы видим на маленький трехэтажный всего дом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь балконов. То есть почти в каждой квартире балкон. Понимаете, в чем дело, да? И вот она, типичная Васька. В этом доме тоже у нас раз, вот здесь, по-моему, даже не балкон. И вот два, два балкона на весь дом. На огромный дом. Напротив у нас двухэтажка. Опять же, я в ролике про Ваську все это рассказывал. Почему на Ваське можно по-прежнему себе купить квартиру, которая находится одна на этаже. Сейчас вам покажу тот вид, который у вас будет очень-очень рядом с домом, если вы захотите жить в этом месте. Смотрите, вот мы сюда вышли. И просто я показываю вам второй перекресток от этого дома. И смотрите, какой вид. Ах, ах. То есть вот у нас, вот просто вот эта вот красота. И я вам доложу, что вот этот вид на мост, этот мост разводится. И по моему скромному мнению, это один из лучших видов в Петербурге. Это один из самых открыточных его видов. И вы сможете гулять, гулять, подчеркиваю, вечером, через 10 минут выходить, наслаждаться Петербургом. Вот именно вот с этой его стороны. Ладно, хватит про виды. Хотя, в общем-то, мы в том числе ради этого собрались. Потому что если бы нам были не так важны эти виды, мы бы переехали в какие-нибудь более, скажем так, места, где больше платят. Петербург, я утверждаю и глубоко в этом убежден, что Петербург, он все-таки по любви в той или иной степени. Рядом станции метро Василия Островска вы это тоже видели. Давайте посмотрим сначала описание. Шестой этаж из шести. Это плохо, если нет лифта. Так что дальше смотрим, как говорится, продолжаем наблюдение. Дом 1876 года. Это довольно старый дом. То есть, на данный момент сколько? Смотрите, дому практически 150 лет. И, конечно, почитаем потом в описании, что там с капитальным ремонтом и прочим. А так у нас классический старый фонд. Вот эти длинные, вытянутые комнаты, как пенал. Конечно, современную мебель здесь разместить очень сложно. Потому что 150 лет назад, я вас уверяю, вот таких диванов никто не выпускал. А если выпускали, это только в Лондоне, там в двух магазинах. Планировка квартиры. Планировка квартиры неплохая. Что хорошего? Давайте сразу. Раздельный санузел. Санузел отмечен на плане. Но я подчеркиваю, что вы видите, этот план, он такой самопальный. Очень здорово, что здесь указаны стороны света. Очень здорово, что мы видим, что квартира восток и юг. То есть, целый день солнышко. Это здорово, это все отлично. Хорошо бы посмотреть, что вот этот санузел они сделали не самостоятельно, а он был изначально. Потому что, если это самопал, ну, в общем, тогда понятно, почему, сколько такая квартира стоит. Она, в общем, наверное, это адекватная для нее цена. Но вместе с тем, вот мы зашли, вот коридор. Комната 1, комната 2, комната 3. Все изолированы, вы видите сами. Плюс кухня. Кухня 9,2 квадратных метра. То есть, мы все равно, так как говорили о семейном формате, старались все-таки подбирать квартиры более-менее с большой кухней. В одной комнате, кстати, у нас даже два окна. Так, смотрим. Это та же самая комната, которую мы видели до этого. Это вот первая комната от входа. То есть, за ней сразу вход. Вот у нас большая комната с двумя окнами. Ну, здесь у нас более или менее ремонт. Тут он компьютер. Так, интересно. Вот, видимо, чем этот диван для сидения. Вот я вам сейчас показываю. А вот это, видимо, матрас для того, чтобы спать. Потому что я не знаю ни одной причины, зачем он тут еще нужен. Такое впечатление, что все это сдается просто по комнатам. Вот гитарка здесь, какой-то музыкант живет. Ставлю на то, что в доме нет лифта. Так, кухня. В кухне, в принципе, все прилично довольно-таки. И смотрите, вы видите, что одна плита. Очень часто в коммуналках это маленькая. Если это и коммуналка, то это маленькая коммуналка. Но вообще, если коммунальная квартира более или менее большая, там часто располагаются две плиты. И люди как-то, ну вот, собственно, договариваются об использовании. Вот у нас санузел, стиральная машина тоже на кухне. Вот у нас, собственно, ну вот, ой, вот такое впечатление, что все-таки коммуналка, которая сдается. Потому что, видите, вот эта вот пленочка, которая натянута. Люди, которые там живут, они к этому всему относятся. Мы здесь временно. Мы здесь временно. Потому что если бы люди все-таки там жили постоянно, это была бы их квартира для постоянного проживания. Но я думаю, что они бы не только вот в этот горчичный цвет выкрасили бы санузел, но как-то немножечко добавили уюта. Дальше, что мы здесь видим? Да, действительно, мы видим, что у нас такая довольно интересная, парадная, красивая. И я подчеркиваю, друзья мои, мы пытаемся втиснуться в цену. Потому что если мы сейчас поставим, вот я ради интереса даже открою, не до 10 миллионов, а, например, до 15 миллионов, у нас будет тоже старый фонд, но там все будет хорошо. И ремонт будет другой, и прочее. И уже стоит ли оно того, вам уже нужно, как говорится, делать выбор самостоятельно. Да, вот этот наш дом замечательный. Дом очень красивый. Окна, правда, во двор. И вот получается шестой вот этот последний этаж. Вообще не удивлюсь, если он, например, надстроен уже при советской власти. Такое практиковали. Продверь трехкомнатную квартиру в одном из лучших районов Санкт-Петербурга. Василий Островский. Продажи без комиссии. Еще бы с вас. Оно и понятно, что без комиссии. Еще бы с вас, как с покупателя, брали комиссию. Но это смешно. Платить нужно только своему юристу или своему агенту, которого вы сами наняли. Никто из агентов, которые продают эту квартиру, не имеет права с вас брать комиссию, потому что он ее берет. С продавца. Помните это, пожалуйста. Не платите свои деньги всяким злодеям и мошенникам. Заявленное описание и фотографии соответствуют действительности. Документы. Прямая продажа, поэтому готова сразу выходить на сделку. Хорошо. Один взрослый собственник. Замечательно. Без перепланировок. Прекрасно. Значит, получаются те санузлы, которые там указаны, они и есть. Это просто супер. Никто не зарегистрировал. Ну вот именно поэтому она и сдается. Под ипотеку подходит. Если надо, помогу с одобрением. И смайлик. Квартира. Интересная планировка. Очень интересная. Позволяющая сделать из классической трешки отличную евро-трехкомнатную квартиру. Крайний этаж, сверху никого. Высокие потолки 2,9. А вот, кстати, обратите внимание, потолки 2,9. Тут секундочку. Стандартная высота потолка в старом фонде это 3,20 метра. Бывает больше, бывает 3,40. Максимум, который видел я своими глазами, это 4,50. Но мне клиент рассказывал, что он, когда выбирал квартиру, он видел квартиру с высотой потолка 9 в одной из комнат. Но это бывшая мастерская художника. И там, соответственно, панорамное остекление. Им это было необходимо. Ну вот, Петербург здесь бывает всякое. 2,9 почему? Потому что крайний этаж. То есть, когда строили этот дом, его строили для того, чтобы его сдавать. Мы все знаем, что Петербург у нас столица коммуналок, ровно потому, что до этого он был столицей империи. И строилась вся недвижимость для того, чтобы ее сдавать в аренду. Современный аналог того, что раньше строилось, это апартаменты. Потому что в собственности ни у кого ничего не было. Это было скорее как исключение. И когда человек переезжал в Петербург, все здесь были панаехи местных коренных. Здесь, ну, даже Петр наш первый родился. Это где? В Москве, да? Которого ассоциируют с петербуржцем. То есть, всегда во всю историю. Всегда Петербург населен был в основном людьми, которые приезжали. И со временем, конечно, становились петербуржцами. В том числе морально. Единственный период, когда соотношение приехавших и родившихся здесь младенцев было в сторону. Младенцев это брежневские времена 70-е годы. Во все остальное время, в большей степени, Петербург полнился приезжими людьми. Им нужно было где-то жить. И вот сдавались полностью квартиры. Сдавались покомнатно. И сдавались даже углы. То есть, человек мог купить, например, койко, ну, арендовать койко-место. Если у него было совсем мало денег. И чем выше располагалась квартира, тем дешевле она стоила. Именно поэтому самый дорогой, самый престижный этаж всегда был второй. Потому что первый этаж у тебя напротив кони ходят, там телеги стучат и прочее. Брусчатка же была, не было же асфальта, если вы помните. Плюс, извините, конь это животное. Из него бывает что-то может пролиться или упасть на асфальт. Это все воздуха не озонировало. Особенно летом. И поэтому этаж, который был приподнят над землей, он был более престижный. Поэтому в одном и том же доме, вы помните наш сюжет из дома Бака, где мы показывали, что, например, в квартире на втором и третьем этаже высота потолка 4 метра с половиной. А, например, в этом же доме выше этажом высота потолка может быть 2,7 или, как в данном случае, 2,9. Это я к чему? К тому, что в этом же доме ниже этажом, скорее всего, квартиры с более высокими потолками. Вот такой вам исторический экскурс для того, чтобы вы немножко больше понимали, а как вообще Петербург устроен. Все, что вы видите на фото, остается бонусом новому покупателю. Боже, бонус-то какой! Ну все, ну я пойду эту квартиру. Вы видели? Вы видели этот унитаз? Вы видели этот гарнитур? Я хочу себе такой. У меня дед вообще о таком мечтал. Е-мое, надо брать. Квартиры выходят в тихий двор. Открываются красиво, видны питерские крыши, юго-восточная сторона. То, что юго-восточная сторона плюс, то, что он выходит во двор, это минус, потому что там особо ничего красивого нет. Санузел раздельный. Перекрытие железобетонное. Вот это здорово, если так, но надо смотреть документы. Что значит перекрытие железобетонное? Это значит, что у дома был капитальный ремонт, потому что в те годы не сделали железобетонное перекрытие. Это уже, скорее всего, последующий капремонт. Всего 2 квартиры на этаже и 12 в парадной. Вот это, кстати, здорово, потому что многие недооценивают, что вот у меня зам, Сергей Валерьевич, он живет в центре на Петро... Господи, после Чернышевской, в Сталинке. Он рассказывает, что я, говорит, соседей вижу раз в полгода. Вообще, то есть я вот в парадной живу, спускаюсь в лифте и прочее, прочее. Я вижу, что там тоже кто-то живет раз в полгода. Представляете, ты живешь в центре города и вообще почти один в доме. Класс. В общем, вот такой вариант. А мы пойдемте дальше. С Васильевского острова мы переносимся в более новый район. Район, который застраивался в основном в 70-80-е годы вокруг станции метро Академическое. На Академке находится академический лицей физико-техническая школа имени Жареса Алферова. На секундочку. То есть тоже у нас в основном, видите, не лирики, а физики. Те, кто понял, откуда эта цитата, ставьте лайк. Полный список лучших школ этого района вы сейчас видите на экране, для того, чтобы можно было самостоятельно загуглить. Там лицей, гимназия еще есть. Смотрите, первая квартирка. Вот что вижу. Вижу классный ремонт, ну такой приятный с первого взгляда. И вижу цену несколько дороже, чем мы хотели. Но она большая. Проспект Тореза. Проспект Тореза отличается тем, что он находится рядом с парком. Понимаете, в чем дело? И вот этот наш замечательный, великолепный парк Сосновка будет у вас просто вот в шаговой доступности. То есть вы видите вот Ольгинский пруд. Здесь, кстати, летом купаются. Очень хороший там такой пляжик песочком отсыпанный. Рядом спорткомплекс имени Алексеева. Алексеев это легендарный петербургский легкоатлет. Это что касается местоположения. Рядом политехнический, ну в общем политех. Рядом станция метро политехническая. И поэтому это интересное, хорошее место. То есть тут к Академке-то, мне кажется, это даже опосредованное отношение имеет. Потому что политех ближе. Второй этаж из девяти. Ну неплохо. Жилая сорок. Год постройки семьдесят шестой. Площадь кухни восемь и три. Именно поэтому, собственно, мы захотели вам ее показать. Несмотря на то, что цена несколько вылезает. Но цена за метр те же сто шестьдесят. Я вам напоминаю, мы недавно снимали ролики про небольшие квартиры и относительно дешевые. Вы все видели, я сам с ужасом наблюдал, что цена за однокомнатную квартиру за квадратный метр может быть 230-250 тысяч рублей. Вообще легко. А здесь мы получаем, ну, классную, слушайте, трешку. В принципе, вот купил, заезжай, живи. Там, да, если у тебя, тем более, дети однополые, то вообще больше ничего не надо. Не дешево, с одной стороны. С другой стороны, слушайте, ну, когда ты покупаешь, например, однокомнатную за семь, купить уже с ремонтом в классном месте трешку. Рядом с метро, рядом с парком и вот это все. Там дороже, меньше, чем на 50%. На мой взгляд, это вариант. Ну, видно, что жила интеллигентная семья. Смотрите, часы какие классные стоят. Вот их оставили, тоже не вывезли. Хороший коридор. Ну, слушайте, давайте сейчас посмотрим планировку. По ремонту, я думаю, вы все видите сами, что здесь ничего такого нет. Вот какие-то были натяжные потолки. Такое впечатление, что их сняли, потому что вот направляющие остались. Или, может быть, так и было изначально. Тогда, конечно, плохо. Вот разные комнаты. Очень хочется посмотреть. О, санузел. Приятная квартира. Видно, что жили люди, которые только похвалил санузел. Только похвалил санузел. Тут и беды, и все хорошо. И следующая фотография. Это у нас фотография туалета. И он такой, так себя. Такое впечатление, что, знаете, что-то делали, но не доделали. Вот окна в скверик у нас выходят. Приятно. Кирпичный дом. Мы видим планировку этой квартиры. Давайте ее вместе обсудим. И вообще посмотрим, стоит она этих денег или нет. Вот у нас вход в квартиру. Потом достаточно длинный коридор. И в этом случае, на мой взгляд, это хорошо. Потому что, вот обратите внимание, что с левой стороны у нас место под шкаф, где у нас и располагается шкаф. Напротив там, не знаю, очень удобно повесить зеркало или сделать зеркальную дверь. Ну, в общем, большой коридор. Большой квадратный, подчеркиваю, коридор. Это замечательно. Дальше прямо у нас продолжается тот же самый коридор, который упирается у нас в санузел. Так, смотрим. Санузлов у нас два. Прямо напротив двери у нас располагается санузел там, где ванна. И еще, тоже из коридора налево у нас есть второй санузел, где у нас унитаз. Большая квадратная, даже не прихожая, потому что вот у нас прихожая, а вот у нас такой большой квадратный коридор, который на самом деле размером с небольшую комнату, он, наверное, метров девять. Из которого все комнаты, которые есть, у нас, получается, изолированы. Гостиная, 18 квадратных метров, маленькая спальня, 10 квадратов и вторая спальня, 12 квадратов. Я сейчас все округляю. Кухня, кухня 8,3. С одной стороны, мы сегодня видели кухню, и побольше мы видели кухню, например, 14 квадратных метров в старом фонде, но она была дурацкая, странная и буквально в коридоре. Здесь это отдельная кухня, к ней вообще никаких претензий нет. Посмотрим сейчас год постройки дома, но, на мой взгляд, вот как раз-таки такая планировка и может называться чем-то типа улучшенной планировки. То есть, вот почти уверен, давайте вместе проверим. Вот хотел сказать, что дом 2000-х годов, а нет, 76-й год постройки. И мне кажется, что для 70-х годов, ну, это, наверное, была вершина мечтаний вообще любого советского человека, потому что, как вы сами видите, здесь уже вполне современная планировка. Все комнаты изолированы, два раздельных санузла, которые далеко друг от друга, большая гостиная, две небольшие спальни и кухня 8 квадратов. То есть, для советского человека в кирпичном, подчеркиваю, доме, но это вообще мечта. Предлагается к покупке трехкомнатная квартира в тихом, закрытом от суеты и дорог в месте Выборгского района. 10-15 минут пешком, и вы на станции метро Площадь Мужества. Дом и квартира окружена зеленью, а для вашего автомобиля всегда найдется место на парковке возле дома. Квартира расположена на втором этаже девятиэтажного дома, имеет двухстороннюю планировку на северо-восточную сторону, две комнаты на юго-запад, бру-бру-бру-бру. Что отмечу, высота потолков 2,59, небогато. Прекрасная возможность сделать из квартиры большую просторную евро-трехкомнатную квартиру. Слушайте, ну вообще да, вот мне такие планировки, то есть вот эти вот все евро-трешки, например, мне тоже на самом деле очень нравятся. И здесь по сути своей, действительно, если вот это сносится, стена, то у нас получается огромное, получается 18 плюс 8, 26 плюс просто коридор еще. Там коридор прям до хрена, то есть мне кажется метров 9 совершенно точно еще коридор. И вот это все будет такое огромное пространство. И соответственно две изолированные комнаты, потому что по сути так и используется эта квартира. Если в гостиной никто не спит, соответственно две спальни, ну вот у нас две спальни остаются. Прямая продажа, полное юридическое сопровождение сделки, ну это гон. Я вам напоминаю, что когда пишут, что полное юридическое сопровождение, у вас должен быть свой или агент, или свой юрист, дорогие друзья. Потому что уважаемый Иван будет отстаивать интересы продавцов, не вас. Вы ему никто, вы ему ничего не платите, а даже если он предложит вам заплатить, вы не должны этого делать, у вас должен быть свой специалист. Как в ДТП должно быть два адвоката. Вот точно так же у вас там друзей нет. Я просто на всякий случай напоминаю. Вы могли видеть наш ролик, когда мы сопровождали квартиру клиента, и в общем даже достаточно именитые агенты из замечательного агентства Адвикс. Правда хорошее агентство, но вот там попались такие нечистые на руку люди, которые продавали квартиру, которую впоследствии государство отберет. И они на чистом глазу говорят, да все нормально, и тоже там юридическое сопровождение. Если были бы клиенты без нас, им бы продали эту квартиру, и потом было бы не очень понятно, что с ней делать, когда государство ее заберет. Ролик вы тоже видели на канале, если не видели, посмотрите. Ну давайте мы ссылку внизу оставим, там две части, очень интересно. Так, ну что, вот такая квартира, пойдемте дальше. Смотрим следующую квартиру. Трехкомнатная квартира, 55 квадратов, 9500 цена, в принципе все то же самое, но я вам сейчас покажу не то, откуда готовилось нападение, а в чем собственно разница с вариантом, который я вам до этого показал, и почему вообще, вот меня лично это несколько удивляет и бомбит. Сейчас мы прям сравним, и вы поймете в чем разница. Цена тоже 170, самое главное, смотрите. Это второй этаж, но из пятиэтажных домов, это хрущевка, да, с хорошим ремонтом. Вот у нас здесь, видите, любители винила, и Майкл Джексон у нас, и вообще, и прям, что только нету, Джок Кокер, я вижу, Алиса, вон. А, ну вот у него, понятно, у него здесь и проигрыватели, колонки у него по сторонам. Вот, слушайте, вы знаете, двоякое ощущение, с одной стороны, квартира, прям видно, что человек ее делал с любовью, у него вон и камера какая-то здесь стоит, чтобы было видно, там, когда его нет, кто его пластинки слушает, и кондиционер, и домашний кинотеатр, вот у него висит, вот, ну вот прям, ну вот с одной стороны, все, молодец, денег вот это вбухано, немало, двери развяжены, вот все хорошо. Все бы это было замечательно, если бы это было не в хрущевке. Но потому, ну это все равно, что при всем уважении взять, не знаю, ВАЗ-2110, у меня тоже когда-то была эта машина, я ее очень любил, она мне нравилась, потому что это была моя первая машина, но ставить на нее, не знаю, диски, которые стоят, как половина этого автомобиля, это как минимум нелогично, хотя они красивые и улучшат ее вид. И здесь та же самая ситуация, то есть, когда делают классный ремонт, вот прям приятный ремонт, но в хрущевке, кстати, вот я параллельно смотрю санузел, такой, знаете, пещера такая, все каменная, вот. Санузли тоже, ну, я не могу назвать это ремонтом. Да, да, молодцы, что-то сделали, вот тут место какое-то на балкончике. Ну, в общем, за старание, прям пятерка, за то, что 9 миллионов за хрущевку, вот по-хорошему, ей вот со всем вот этим наполнением цена 8, даже не вот 9, а стоит 9500, я обращаю ваше внимание, при этом смотрим на динамику цены. Стоила она 9200, потом ее роняли до 8, ну, короче, до 9, а после того, как, видимо, не купили, он обиделся и сказал, у меня такая замечательная квартира и пластинка там Джо Кокера вообще, видимо, в довесок идет, и добавил на полмиллиона. Продает агентством риэлтор Луиза Волощик. Луиза, вот со всем моим уважением, я тоже очень музыку люблю, очень, я не такой отбитый, чтобы себе ставить вертушку, потому что, да, конечно, я же понимаю, это с одной стороны очень дорого, с другой неудобно, именно эти две причины, почему люди это и покупают. Вот, но серьезно, блин, ну, ну не в хрущевке. И мы только что видели вариант, я вам напоминаю, который по годам моложе, дом получается примерно, округляя на 10 лет, ну, совершенно другая планировка. Площадь кухни 6, я вам открою страшную тайну, они округлили площадь кухни, потому что в хрущевках кухня 5 и 5. И это совершенно неконкурентная цена, при том, что я подчеркиваю, что, друзья мои, хорошие, вот на Тереза 33 гораздо лучше местоположение, чем вот это. А, ну это, в принципе, рядом, правда, правда рядом, да, то есть, вот, не так далеко, потому что у нас предыдущая, вот науки непокоренных, политех, и вот Тереза. Вот предыдущая квартира у нас была вот здесь. Это место гораздо лучше, потому что, во-первых, смотрите, да, музей политеха с другой стороны, но здесь все равно далековато до нее идти, то есть, это все равно надо прям топать. Если здесь у нас прям близко с Тереза, да, вот с этой квартиры, плюс у нас вот здесь скверик замечательный, вот институтский здесь построили, интересный такой, действительно, в стиле золотой пары Нью-Йорка, прямо скажем, да, то есть, куча классных скверов здесь, по сути, своей. Пискаревка, да, мне тоже нравится, но все-таки вот, ну, ну, дорого, 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 блин, дорого. Давайте почитаем описание, может, там, не знаю, там, может, там лично Джо Кокер продает. Идеальная трехкомнатная квартира для семьи, система «Умный дом» с Яндекс.Алисой в подарок. 100 тысяч рублей. Новая. В любом месте будет. Особенности квартиры. Квартира находится на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома. Квартира с удобной планировкой, распашонкой, это значит, на две стороны. Имеет две изолированную комнаты и просторную комнату-гостиную общей площадью 55. Что особенно замечательно, окна выходят прямо на детскую площадку. Это идеальное место для семьи с детьми, где они могут наслаждаться игрой и безопасностью прямо под вашим дому. Ну, прямо скажем, гражданка не самое безопасное место вообще в Питере. Сейчас в целом в Питере везде хорошо, но вот тем не менее. Квартира частично выполнена современным биброремонтом. Светлых тонах, что придает и стильный и уютный вид. Ну да, кроме санузла я видел. Вы будете рады узнать, что жилье расположено в шаговой доступности сразу от трех станций метро. Академическая, Гражданский проспект и Площадь Мужества. Все бы оно ничего, Луиза, но вот будете рады узнать, что все три станции, которые вы написали, находятся ровно на одной ветке. И есть, конечно, наверное, люди, которые хотят странного, которые готовы пройти лишних три километра для того, чтобы сесть на ту же самую ветку метро и проехать просто... Ну, для чего это? То есть, эти все три станции, они не имеют смысла. Если бы было, допустим, две станции, синяя ветка и красная ветка, и до синей, можно было бы пройти чуть дальше, но синяя она просто такая, она сверху вниз, как хорда, да? Как позвоночник Санкт-Петербурга, сверху вниз ты там доедешь вообще, там и в аэропорт, например, ты едешь тоже по синей ветке. Тогда да, три станции метро на одной ветке не имеют никакого смысла. И топать до них, я тоже вам извиняюсь, открою страшную тайну, все-таки по-разному. Вот у нас квартира, вот она отмечена синим, и у нас самая близкая это политех, дальше нам до площади мужества, ну, то есть, ну, она равноудалена. То есть, я вот тоже это плюсом назвать не могу, то есть, когда тебе близенько, вот ты прошелся, и все, это одна история. А так, не знаю, это, по-моему, равноудаленная история. Рядом находятся Пискаревки парк, парк политехнического института, локальная зеленая зона. Это, правда, вообще не вопрос. Также будете иметь легкий доступ, все рядом есть, торговый комплекс. Академпарк. Основная идея, основная мысль, которую я хотел бы вам донести, да, ну, вот даже, видите, Циан показывает. Циан показывает, что оценка этой квартиры 8,4. Опять же, с тем ремонтом частичным, который есть, и, о ужас, с Алисой от Яндекса, и умный дом, ну, блин, ну, 8,200 вот сейчас по рынку ей вот такая вот цена. На мой личный взгляд, Яндекс со мной не согласен, иногда я бываю с ним не согласен, так что, в общем-то, имеет право. Точнее, не Яндекс, а Циан. Пойдемте дальше. Итак, спускаемся ниже, тоже, в один из лучших районов Питера, Московский район. Все про него знают, все про него слышали, куча его плюсов и его немногочисленные, но, тем не менее, имеющиеся минусы. Сегодня мы о плюсах. В частности, в Московском районе очень хвалят гимназию 526. Мы все помним, да, что в Московском районе из недорогого это только хрущевки, и, соответственно, если мы говорим про какую-то квартиру, которая находится в хорошем месте, рядом с метро, с большой кухней, но это не будет дешево. И, конечно, цена уже будет стремиться, ну, вот мы видим, да, почти 200 за квадрат. Если быть точным, 194 тысячи за квадрат. О, еще и первый этаж японский. А, так это Сталинка. Это же Сталинка. Для тех, кто впервые смотрит ролик на нашем канале и кто не смотрел наш обзор про Московский район, обязательно посмотрите обзор про Московский район на нашем канале. Или можете загуглить, или ссылка будет внизу. Важно понимать, что вообще Московский ассоциируется прочно со Сталинками. Почему так получилось? Потому что его, как район, формировали уже после войны. После войны. И вот там во время войны был построен Дом Советов. Но вот дома, которые вокруг, в частности, уже начали строить после него. Вот мы, собственно, подтверждение моих слов видим сейчас на экране. Год постройки 1959. Пытливый зритель скажет, а как же так? Сталинки-то Сталинки. Сталина же в 1953 году не стал, а Сталинка 1959 года. А их продолжали строить. И причем почти уверен, что если сейчас будет фотография фасада дома, мы увидим, что это такая Сталинка, по которой внешнему виду вы можете не определить, что это Сталинка. Потому что первый указ Хрущева, мы все знаем, был о уменьшении излишеств в строительстве. Потому что при Сталине Сталинки, ну это были действительно дворцы. Понимаете, мы помним все эти 8 высоток в Москве. Мы все помним Московский проспект, его парадную часть, где вокруг стоят очень красивые дома, которые как раз и ассоциируются с ним и являются Сталинками. Вот я так ненавязчиво сам себя и повторил. Сталинка трешка в Московском районе в 10 минутах от метро 15 миллионов. Все понимаю, друзья мои, вообще не дешево. Но с другой стороны, во-первых, что вы за это получаете? Давайте тоже пальцы будем загибать. Эксклюзивную квартиру. Их уже не строят. И когда их строили, это был не дофига большой период времени их строили. Там лет 15-20, не больше. Ну, были еще, наверное, ладно. Массово их строили, вот где-то 20, допустим, лет. Могу ошибаться, но почти уверен, что не сильно. Да, и очень может быть ошибся еще и в большую сторону. То есть были совершенно определенные места, которыми застроили Сталинки. Не путать с Кировками. Различия Сталинка-Кировка я тоже в одном из роликов уже рассказывал. Второй момент. Они всегда классно расположены. Найти плохо расположенную Сталинку, это надо очень постараться. Вот мы сейчас готовим ролик про три района, которые самые такие, да. Вот. И там тоже есть Сталинки. В одном из них, вы представляете? Даже в двух. В двух. Вот. Они там тоже есть. Но это скорее исключение из правил. Потому что, как правило, Сталинки строили не для простых людей. Строили их для номенклатуры. Номенклатура должна была жить рядом с местом своей работы. Именно поэтому в Московском районе Дом Советов. И напротив, вот этот весь район рядом, где суд, где вот огромная библиотека, Парк Победы. Он весь застроен вокруг Сталинками. Понимаете, в чем дело? Третье. Сталинка это то, что вобрало в себя все лучшее из старого фонда, из современного жилья на тот момент. Потому что, например, вот в этой Сталинке семь этажей. И там наверняка будет лифт. Понимаете, в чем дело? То есть представьте, что толщина стен, как в императорской России, то есть вообще до революции. Вот такая вот метровая, что телефон иногда не пробивается сигнал. При этом достаточно высокие потолки, но не бывает дворов, колодцев, не бывают окна в окна. У тебя будет большой обязательно зеленый двор. Во дворе очень часто может быть или школа, или детский сад. Или рядом, или школа, или детский сад. И из-за того, что эта вся история традиционная. Вы тоже слышали уже, что я не устаю повторять. Когда вы переезжаете из своего маленького города, например, в город Мурино, которая, конечно, замечательная, но все-таки жить там с семьей, на мой взгляд, менее комфортно, чем, например, студенту. Это одна вещь. И вы попадете не в Петербург, потому что вокруг вас будут все приезжие. Другое дело, когда вы покупаете Сталинку в сложившемся районе. Вот у меня один клиент есть, Ян. Ян, если продолжаешь смотреть, привет тебе, мой друг. Частенько тебя вспоминаю. Мужик переехал из Израиля. И у него был выбор денег, у него было достаточно, достаточно, точка. Это законченная мысль. И мы выбирали между граф Орлов, это тоже в московском районе новостройки, но которые были долгостроем, там тоже спорные есть у них моменты по домам, и Сталинкой. И в итоге он купил Сталинку, знаете почему? Потому что он снимал квартиру в графе Орлов. И убежал оттуда, сверкая пятками. Спортивный он мужик. Понимаете, в чем дело? И когда мы с ним потом сидели и болтали, он рассказывал мне, говорит, ну вот смотри, я живу там, ну условно, там, третьем этаже. И вот, говорит, надо мной живет женщина, экскурсовод из Эрмитажа, а подо мной там тоже какой-то дядечка, профессор. А соседей я ни разу не видел, такое впечатление, что никто не живет. И это вот история про Сталинки, потому что там жили дети номенклатуры. То есть очень часто это люди тоже получали хорошее образование. Кто-то потом разъехался по миру, а те, кто остались, это все-таки интеллигенты. И встретить там человека, ну, с маргинальным образом жизни, я сейчас по-петербургски очень деликатно выражаюсь, в Сталинке гораздо сложнее, чем в более дешевом доме. И поэтому, платя вот эту цену, причем я обращаю внимание, что мы платим, ну сколько мы платим? Мы платим тысяч 30 сверху за квадрат. Понимаете, в чем дело? Мы покупаем интеллигентные соседи, мы покупаем окружение, мы покупаем удобное расположение дома, мы покупаем уникальность, мы покупаем спокойствие. Да, конечно, у нас была выборки квартира тоже с кирпичного дома. Понимаете, в чем дело? И ты тоже будешь там сидеть и не слышать никого из соседей. Но при этом даже панельная хрущевка, я вам покажу сейчас хрущевку в московском районе, потому что я должен вам показать недорогой вариант, чтобы вы понимали, что есть не только за 15 миллионов, да? Даже панельная хрущевка это передовой край инженерной мысли в плане звукоизоляции по сравнению с любой новостройкой. Я подчеркиваю красным, любой новостройкой. При этом, если тебе 25, да вообще без разницы, ты ее купил за 4, как вот мы покупали клиентам. Сейчас мы им продаем эти квартиры, знаете, сколько стоят? 9. 9. И, конечно, за это время они уже, например, обзавелись семьей, у кого-то уже появились дети. И когда они сделали первый шаг, да, понятно, и я вам напоминаю, что в те времена 4 это было тоже дофига, потому что такую же квартиру в хрущевке можно было купить за 3. И они пожили, они поняли, что это такое и говорят, слушай, все хорошо, мы наелись этими красивыми дворами, но нам хочется спокойствия. И, соответственно, мы уже переезжаем в какой-то более или менее сложившийся старый фон или в новостройку, но которая уже постояла. Так что это вот важный момент. Я надеюсь, вам немножко стало понятнее вообще, да, почему я Сталинки люблю, хотя вообще Сталинка любовь моя. Я раньше шутку шутил, что вот меня ночью подними и скажи, так, какую бы квартиру хотел, но ты должен жить в ней до конца дней, чтобы продать права не имеешь. Я бы сказал шестикомнатную Сталинку. Во-первых, шестикомнатных их не бывает стандартных, да и нестандартных я не помню. Были общежития, которые в сталинский период построены и их продавали как бы как Сталинки, но это все брехня не Сталинки. Так как я уже знаю, что это первый этаж, меня смущают, конечно, решетки на окнах и меня, конечно же, смущает вот эта вот гардина, наверное, бумажная, да, то есть, которая закрывает. Но при этом мы видим хороший ремонт, при этом мы видим, в принципе, что да, действительно, квартиру эту любят, к ней хорошо относятся, за ней следят, в ней делали ремонты. Вот двое детей, приятный санузел. Ну вот, вот она, вот она, видите, да, такая вот приятная Сталинка, действительно широкий двор. Еще бы, конечно, фотки двора, я бы прям был страшно благодарен. Минусы какие? Смотрите, вот это наша квартира, скорее всего, с левой стороны, почему-то мне так кажется. Ну или с правой, потому что здесь тоже решетки. У домов тех годов на первых этажах не бывает балконов. Улучшенные планировки уже последующие, поздний советский и постсоветский период мы тоже видели в предыдущих роликах, что совершенно спокойно может быть лоджия или балкон на первом этаже. Здесь не бывает на первом этаже, но, я не знаю, если вас успокоит, на втором этаже тоже нет балкона. Вот у нас планировка. Тоже планировки по тем временам, ну, слушайте, будьте нате, да, то есть 59-й год, внимание, да, это сколько лет назад уже, ё-моё, 70, 63 года, грубо, 64. Вот, коридор, коридор большой, 11 квадратных метров, куда у нас совершенно спокойно встает шкаф, две комнаты, большая комната гостиная, 18, спальня 15, кухня 9,4 и вторая спальня тоже 19. Ну, или, опять же, вот она может уже служить гостиной, вот она самая отдаленная от всех. Раздельный санузел и всё хорошо. Это замечательно, скажете мне вы, Юра, всё хорошо, но ведь дорого. Давай подешевле, но в московском районе, чтобы тоже в классную школу можно было попасть. А давайте, а давайте. Вот у нас есть хрущик, и этот хрущик с перепланировочкой, то есть он, как мы тоже видим, уже до... Японский городовой. Вот тоже хорошо, вот я честно признаться, меня вот в той квартире смущает ровно одно первый этаж. Был бы не первый этаж, и был бы какой-нибудь небольшой балкончик, хотя балкончики вы тоже видели там такие, знаете, косметические. Но и то, я вам сегодня показывал, да, что если мы берём старый фонд, там на весь дом будет три балкона. Здесь, после второго этажа, в каждой квартире есть небольшой, но балкон. Всё равно здорово выйти там, не знаю, подышать, кто курит, покурить, хотя курить это вредно, Минздрав предупреждал и всё прочее. Не курите, пожалуйста, потому что вы же мои зрители, я же вас люблю, ценю. Все остальные пусть курят, вы не курите. Пятый этаж из шести, странно, почему шестиэтажная хрущевка? В шестиэтажной хрущевке бывают случаи, если на первом этаже у нас располагается коммерция, банки, магазины, что-то ещё. Тогда может быть шесть этажей. Но, что самое обидное, в семиэтажной сталинке, например, будет лифт, даже если первый этаж коммерция, в хруще ничего не будет. Мы видим классный ремонт. Написано, что сделана перепланировка. Вопрос, узаконено ли, но это мы дальше почитаем. Что было перепланировано? Смотрите, изначально, вот у нас входная дверь, вот здесь стояла дверь. Вот здесь стояла, не дверь, господи, небольшая стенка. Часто она бывала со встроенным шкафом для того, чтобы ты мог снять верхнюю одежду. Вход в санузел обычно выходил в коридор, и это очень неудобно, потому что у тебя входная дверь, и тут же у тебя дверь из санузла. Если внизу стоит обувь, а это же коридор, там очень часто стоит обувь, то есть ты эту обувь, в общем, задеваешь эти двери, неудобно. Поэтому, да, самое логичное перенести вход в санузел именно вот с той стороны, где здесь и сделано. Здесь сделан, видите, небольшой скос, вот здесь у нас, скорее всего, туалет, вот здесь у нас ванна. Дальше, вот здесь, где я сейчас показываю мышкой, стояла еще одна стенка, которая отделяла кухню. Потому что кухня в хруще 5,5, и как бы, ну, это мало для кухни. Давайте тоже будем объективны, потому что, ну, не знаю, мы вот любим с женой готовить, и часто готовим вдвоем. Один там салаты руби, второй там, не знаю, что-нибудь там шашлык жарит или прочее, ну, условное мясо делает, да. И у нас тоже не очень большая кухня в доме, 10 квадратов. Но вот хватает, хватает, потому что она такая логичная, все по сторонам, и она тоже сделана как вот примерно здесь, и так как за куточек. То есть ты из него выходишь в гостиную, она не закрывается, там нет необходимости закрывать. И вот в этом плане, в этом случае она гораздо более удобная. На 5,5 квадратах один человек может совершенно спокойно, удобно готовить, если у него это все, ну, не закрыто, да. То есть там, что у тебя не тратится еще место на какую-то дурацкую стену. Я надеюсь, я понятно объяснил. Поэтому вот то, что вы видите сейчас, это самый логичный вариант перепланировки. А вообще, честно признаться, не удивлюсь, если это флиппинг. Потому что вот я недавно тоже разговаривал, да, когда ты, ну, такую хрущевку без ремонта, мне кажется, можно купить вообще миллионов за 8. Ну, миллион в ремонт, допустим, да, перепланировку, то есть у 5-10, и вот тебе, пожалуйста. Понятно, что я огрубляю, но в целом там пару миллионов с этого поднять вполне. То есть вот вторая стенка была. Здесь, как вы видите, все убрали. У нас получилась гостиная-кухня с двумя окнами, одно из окон у нас с выходом на балкон и две спальни. Две спальни, причем по сторонам. Видите, очень логичная планировка. Из минусов. Высота потолка все равно 2,50. Она никуда не делась. И когда большая, ну, то есть я думаю, что вы со мной согласитесь, если вы бывали в таких квартирах, когда, допустим, пространство большое, а потолок низкий, ты чувствуешь себя немножко как в пенале. Потому что есть вот это соотношение, когда ты находишься в комнате, соотношение объема и высоты потолка. Есть обратная ситуация, когда ты в старом фонде, который по высоте 3,20, заходишь в маленькую комнату 10 квадратных метров, она узкая, узкая и длинная. Мне тебе кажется, что ты в пенале. Или когда ты заходишь в санузел, например, тоже в старом фонде высота потолка в санузле не меняется. И ты стоишь такой в колодце. Ё-моё, что происходит вообще? А здесь обратная ситуация. Потолки низкие, пространства достаточно много, там квадратов 30 в этой комнате. И такое оно немножко поддавливает. Потому что комната была бы меньше, это было бы более пропорционально. Ведь сбоку, да, вот у нас кухонька, вот слева у нас стоит холодильник. Ну, перепланировка на самом деле логичная. Дорого просто, дорого. Вот то же самое было бы 9, вообще класс был бы. Вот такой стильный ремонтик. Где-то далеко сейчас владелец этой квартиры. Что значит за 9? Да, ну, ну, дешево, дешево. А он-то 11 хочет. Вообще, креста на нем нет, я тоже так считаю. Зато балкончик. Балкончик тоже московский двор. Видите все сами, вообще, как бы, вот прям, вот за это я московский люблю. Правда, конечно, уж простите за деревьями, он прям напротив мусорка. Это, конечно, да. Вот этот дом, вот этот дом называется Китайская стена. Потому что он там какой-то экспериментальный, его строили из трех секций. Мы там как-то снимали ролик. В общем, рассказываю суть. По сути, хрущевка. Вот выглядит так футуристично, да, как, не знаю, база повстанцев где-то на другой планете. А по сути хрущевка. Вот эти, вот эти секции. Планировка хрущевочья, все хрущевочья. Ну вот, да, вот поэтому я говорю, видите, шестиэтажная эта хрущевка, потому что у нее первый этаж коммерция. И эта квартира на среднем этаже, это хорошо. А если у тебя квартира на последнем, у меня одна из квартир была такая, когда я только женился. Мои прекрасные половины. Была такая квартира, которую, кстати, я ей купил. И вот я вспотел там подниматься на шестой этаж пешком. Оно все бы ничего, но когда там ты, не знаю, не устал, у тебя все вообще классно, хорошо, да вообще не проблема. Взлетаешь птицей просто. А когда ты идешь откуда-нибудь еще, не знаю, из магазина с сумками или из тренировки там только что-то, ты уже устал, а тут тебе еще надо. А, и этаж пятый. Кстати, вообще не подарок судьбы. То есть у тебя вообще-то, вот я обращаю ваше внимание, что если бы без первого этажа эта квартира находилась бы на последнем этаже. То есть физически ты будешь здоровья, конечно, будет навалом, наверное, но, блин, такое. Ладно, хватит разлагольствовать, давайте читаем. Продается трехкомнатная квартира современной планировки для жизни и работы. Для тех, кто не понял, продолжается объявление. Продается трехкомнатная двухсторонняя квартира удобной планировки. Выполнена перепланировка, совмещена кухня и гостиная. В квартире сделан хороший качественный ремонт, привлекательное расположение дома. Рядом метро Парк Победы. А, в 5-10 минутах пешком. Удачная транспортная доступность. Центр города, аэропорту, торгово-развлекательным комплексом. Во дворе парковка. Рядом с домом продуктовый магазин и кафе. Документы готовы к продаже. День взрослый собственник без обременения. Полный стоимость договора. Это то, что написано, то, что я вам сейчас прочитал. А теперь, что не написано. Вот я всегда, когда выбираю квартиры для клиентов или мои сотрудники, я их так обучаю, что вы попытаетесь понять, а что там не написано. Так вот, я расскажу вам, что не написано. Написано, видите, что у нас выполнена перепланировка, совмещены кухни и гостиная. Это написано. А не написано, что она узаконена. И именно поэтому нет ссылки на то, что квартира подходит под ипотеку. Написано, что документы готовы. Один взрослый собственник без обременения. Полная стоимость договора. Это значит, она в собственности более пяти лет. Кто-то ее один на себя купил. Там, условно, глава семьи или там, не знаю, жена главы семьи. Вот. То есть, один взрослый собственник. Но перепланировка не узаконена. Именно поэтому не указано, что подходит под ипотеку. Если вы им позвоните, спросите, а подходит под ипотеку, скажите, ну, смотря какой банн там надо. То есть, ну, теоретически ее протащить можно. Но вообще, это не самый прямой вариант. По местоположению, да, все понятно. Никаких вопросов нет. То есть, вообще, обычно вот здесь, вот, например, все вот это Сталинки. Первый ряд. Вот это все Сталинки. Местоположение действительно класс. Ну, вот здесь уже начинаются хрущи. И здесь хрущи. Ну, вот просто давайте ткнем. Ну, вот, блин, трешка 60 квадратов тоже 11200. Ну, куда? Ну, куда? И еще фотографии есть только дома и подъезда. Вообще, наверное, выкуп из этого. А, выкуп. По аукциону какой-нибудь, знаешь, за долги. Потому что есть только фото снаружи. Вообще, непонятно, какая ты решетка. То есть, ну, балкон хотя бы есть. Одно спасибо. Планировка и все. Ну-ка. Вот, смотрите, терминология, друзья мои. Оцените вообще эпистолярный жанр. Немаленькая квартира, задорого. 11200 подчеркиваются на 190 за квадрат, как в Сталинке. Как в Сталинке 190 за квадрат, которая рядом. И которая тоже на первом этаже. Компактная двухсторонняя квартира. Зеленый район, недалеко от метро. Прямая продажа. Можно под коммерцию. Я вам, дорогой мой автор. Сейчас, кто вы? Автор объявления. Скрывается ID. То есть, собственник, не собственник, вообще не ясно. Ну, наверное, собственник. Я уже на эту тему вам рассказывал, что люди экономят интернет и боятся лишнюю фотографию загрузить. И боятся лишнее описание сделать. Открою страшную тайну вам. Автор письма не подходит под коммерцию. Не подходит. Ты ее никак не переведешь. А если ты хочешь сделать домашний офис, так есть квартиры в три раза дешевле не по цене 190 за квадрат. Уж простите, пожалуйста, мой хороший. Но это просто свинство. Ладно. Нерелевантный пример. Тыкаем, тыкаем вот в эту квартиру. Тоже 12. Слушайте, да мы вам еще самую дешевую нашли. Они там что-то все белины, объелись. Может, деньги нужны просто? Я не понимаю. Хрущ? Так нет, ну куда? Хрущ на втором этаже в состоянии... Но если бы это было брачное объявление, его бы можно было описать как о себе. Игорек. Вот как бы это все. 12 миллионов просят. 217 за квадрат. Слушайте, ну все. Я в таких условиях я размножаться отказываюсь. Так что давайте. Слушайте, ну вот реально, глядя на всю эту ситуацию, на севере, во-первых... Ну вот потом меня спрашивают, почему ты любишь север города? Потому что в московский район это лучшее, что есть на юге. Если бы я жил на юге, я бы хотел жить только в московском районе. Хотя я все больше люблю центр. Все чаще там бываю. Думаю, не купить ли мне что-нибудь в центре. Я же, кстати, скоро квартиру себе буду покупать. Точно. Следите за каналом, я это все покажу. Так что вот. Блин, в московском районе брать что-то... Ну вот получается, что за 15 Сталинка это прям классный вариант. Потому что по квадратам дофига. Первый этаж. Да, это самое дешевое. Вот тоже мне подсказывают. С большой кухней, классная планировка, классный дом, в классном месте. Нет балкона, единственное что. Но тоже то, что первый этаж это небольшая проблема, потому что у Сталинок у них бельэтаж очень часто. И понятно, надо смотреть. Может быть действительно просто расположенный неудачный или достаточно низкий первый этаж, тогда неудобно. Но очень часто в Сталинке бывает то, что первый этаж, я сам бывал в квартирах, которые там формально это первый этаж, фактически это ну как минимум полуторный. То есть у тебя вообще никакой проблемы нет, ты не испытываешь никаких неудобств с этим. Возвращаемся на север города. Папа-барадам, Приморский район. Итак, в Приморском районе у нас мы будем ориентироваться на лицей номер 64. Тоже с прекрасным, просто с прекрасным флером. Учебное заведение, очень хорошие отзывы про него. Смотрим, квартира 63 квадратных метра, цена 165 за квадрат. Вот, узнаю, ё-моё, нормальные варианты. 10500 общая стоимость, озеро Долгая, проспекта авиаконструкторов. Ну, кстати, да, я понял. Мы вам тоже уже показывали в одной из выборок квартиру вот в этом доме. Вот у вас дом, вот как микрорайончик. Вы вышли, буквально прошли вот через два двора, раз-два, и зашли к станцию метро Комендантский проспект. Станция метро Комендантский проспект, она крайняя, вагон пустой. Вы сели в удобное место и доехали туда, куда вам нужно. То есть это, блин, здорово. Смотрим ремонтик. Ну, прямо скажем, чёрная кухня, это спорно. Чёрная кухня, на полу пентаграмма. Странные ребята продают, да? Вот, но тем не менее она большая. Да, приятный ремонт. Ну, правда, приятный. Мебели многовато, но их, может, много живёт. Ну, то есть вот такой, достаточно нейтральный ремонт. Ничего там, ну, излишняя любовь к чёрному цвету, конечно же, на мой личный взгляд. Ну, слушайте, обои переклеить это и вам, да. В остальном всё, в принципе, понятно. Вот, пожалуйста, вид из окон. Плохо, конечно, что дорога, но этаж достаточно высокий, поэтому я не думаю, что это будет прям большой проблемой. В часть окон во двор, вот вам школа, пожалуйста, во дворе. 89-й год постройки. Ну, вот та самая улучшенная планировка. Я, собственно, её и хотел показать. Что такое улучшенная планировка? Взяли Брежневку, то есть, как появилась Брежневка? Взяли Хрущёвку, добавили лифт, сделали 9 этажей. Вот вам получилась Брежневка. И планировка у них немножко стала другая, именно дворов. То есть, если Хрущёвки всё-таки строили вот так, тык-тык-тык-тык-тык, то Брежневки, как правило, всё равно кругами. И в центре круга это или школа, или детский садик. Из-за этого лучше освещенность, из-за этого шире двор, из-за этого лучше с детскими площадками. То есть, в целом, более современное жильё на то время, когда это вводили, примерно 70-е года прошлого века. Улучшенная планировка. Когда люди пожили и сказали, слушайте, всё это как бы хорошо и замечательно, только можно нам то же самое, но потолки повыше, дворы ещё лучше, дома кирпичные и самое главное, пожалуйста, сделайте изолированные комнаты и сделайте большую кухню. Инженеры посмотрели, сказали, окей, и сделали улучшенные планировки. То есть, то же самое, этаж там, ну не 9, а 10 этажей, в Брежневках 9, общая квадратура 64, если бы была трёшка Брежневка, стандартно не улучшенка, она бы была 54 квадратных метра. И оттуда у нас кухня 7 вытекает, да, даже нет, не 7, там 7 это только в двушках, в трёшках она была бы 6,5 примерно. Почему жилая площадь не поменялась? Потому что были на то время стандарты, если в однокомнатной квартире общая квадратура 31 квадратный метр, жилая там должна была быть, по-моему, минимум 16 квадратов, обычно делали 16-17. Ну то есть, нужно было вписать в эти нормы, вписать в эти, скажем, лекала, которые были на тот момент. И жилая в Брежневке трёшке тоже была бы условно 40 квадратов, но здесь вот эти дополнительные квадратные метры, их сколько тут? 9 квадратных метров, ну вот, вот эти 9 квадратных метров добавились в кухню, добавились в то, что у нас раздельный санузел, и добавились в раздельный, в большой коридор, чтобы сделать все комнаты изолированными, понимаете? А воспринимается это жильё гораздо лучше, оно воспринимается вообще более современным, понимаете, в чём дело, по сравнению даже с любой Брежневкой, хотя Брежневке тоже любовь моя. Я вообще, знаете, квартиру люблю, я вот люблю недвижимость вообще во всём её проявлении. Вы видели ролик наш про самую маленькую комнату в Питере? Мы не поленились, поехали её сняли, потому что я хотел её посмотреть. 6 квадратных метров, и даже она обладает своим шармом, потому что ты выходишь, у тебя там сразу театр, то есть место такое, вид из неё довольно приятный, стоит она недорого, но, конечно, 6 квадратов это трэш. Я в целом люблю вот недвижимость, я не знаю ни одной плохой квартиры, потому что у нас, к сожалению, в стране принято всё ругать, вот это всё плохо, должно быть вот так, а вот должно быть вот так. Блин, я вообще не понимаю, можно сколько угодно смотреть, как там в Финляндии, но я лично в Финляндию, ну, я люблю в неё приезжать, а вот жить там, на мой субъективный взгляд, несколько скучновато, потому что в выходные дни мы ходим в театр, в выходные дни мы ходим, например, в балет, который лучший в мире балет. Вот всем рекомендую, сходите хотя бы один раз на постановку «Спартака». Начните со «Спартака». Это потрясающе, достаточно богатого словарного запаса не хватает, чтобы описать то, что я вообще видел. Это как-то вообще-то за гранью вообще добра и зла, понимаете, в чём дело? И поэтому, вот я лично считаю, что всё-таки квартира – это здорово, но очень важно, в каком месте она расположена, и самое главное, чтобы на неё хватало денег. Я категорически не поддерживаю, когда люди берут огромные ипотеки. Я считаю, надо подкопить и купить, и купить своё. Терпеть не могу жить съёмным. В жизни, в своей, я жил в арендном жилье полгода, первые полгода пока был в Питере, потом сразу купил классную хату. Квартиру, извините, меня ругают за то, что я хаты называю. Читаем описание. Продаются квартиры с хорошим, качественным ремонтом. Ну, в общем, правда. В добротном кирпичном доме, правда. Рядом с метро, правда. Двухсторонняя, тихие, приличные соседи, застеклённая лоджия, более пяти лет собственности, отличное место, дом и квартиры. Звоните, покажем в удобное время. К сожалению, ничего не сказано про ипотеку, а надо было бы дописать. А в остальном, да, вот сочетание цена-качество. Причём, я обращаю ваше внимание, недавно мы показывали квартиру, и тоже сочетание цена-качество было возле станции метро Комендантский проспект. Это какой-то клондайк таких, знаете, вот интересных вариантов за относительно недорого. И причём там со школами тоже всё в порядке. Итак, те варианты, которые рядом со школами, наверное, у нас уже закончились. Я надеюсь, вы составили полное вообще мнение о том, как это работает и за сколько можно переехать. Причём, я обращаю ваше внимание, мы находили варианты не самые дешёвые, но при этом я вас уверяю, что если очень захотеть, в том же Московском районе можно найти себе квартиру, ну, слушайте, ну сколько сейчас там хруст стоит? Ну, шесть. Ну, причём двушка будет стоить семь. Понимаете, в чём дело? Это к тому, что тех, кого там 8-9 миллионов шокирует, потому что я тоже прекрасно понимаю, что вот такую сумму взять и выложить, переезжая особенно из региона, ну, это непросто. Это могут позволить себе люди, которые очень-очень состоявшиеся в финансовом плане. А если мы обычные люди, если у нас, допустим, была, например, трёшка, где-то в регионе, то, скорее всего, продадите вы её за 3, может быть, за 3 500. В среднем, я вот сколько помониторил, там, да, если брать небольшие относительно города, это будет примерно такая сумма. Этих денег вам хватит для того, чтобы взять ипотеку и купить себе квартиру за 7-8 миллионов. Комфортно её выплатить примерно по стоимости аренды. Опять же, вы не забывайте, что цены продолжают расти. К счастью или, к сожалению, я не знаю, потому что я был бы счастлив, если бы сейчас все цены были, не знаю, а 3 миллиона, потому что, ну, чем больше людей могут себе позволить купить квартиры, тем лучше дела, в том числе и у меня в финансовом плане. Поэтому я вообще считаю, что квартиры должны стоить недорого и доступны быть каждому. Но ещё есть один вариант, который без привязки к школе, но он с привязкой к метро. И классный вариант, я прям хотел вам его показать. Подозрительно дёшево. Давайте быстро пробегусь, разберёмся. Смотрим. В общем, смотрите, вот станция метро Пионерская, она сейчас закрыта, она закрыта на ремонт, она скоро открывается. Вот здесь строится классный, тоже будет такой бизнес-центр, даже не бизнес-центр, развлекательный. И кинотеатры, вот это всё, подземная парковка. И вот сразу за ним первый двор. Вот вам, пожалуйста. Здесь уделка начинается. Площадь кухни тоже 8,2, большая. Шестой этаж из девяти. Быстро прочитаем и покажу фотки. Быстрый выход на сделку, документы готовы к продаже. Трехкомнатная квартира, Пионерская совсем близко, 3 минуты пешком. Но это правда. Ну не 3, но 5. Квартира односторонняя, без балкона, комната изолирована, окна во двор. По документам мне, собственно, никто не прописан, принимаю продажи без обременений. Вот всё классно, но только без балкона, блин. Ну без ремонта, конечно. Ну такая, как бы можно заехать и жить. Ой, нет. Ой, нет. Никто не... Вот как всегда, видели классика, да? Сегодня была уже квартира, где никто не прописан, она сдавалась. И здесь тоже видно, что она сдаётся, потому что раз матрас, два матрас на полу. То есть каким-то маргиналом она, наверное, сдаётся. Ух-ух-ух. Это кораблик, что ли? Кораблик, похоже. А почему тогда такая кухня большая? Может быть, что-то здесь, конечно, посносили. И вот здесь какая-то, видите, ещё что-то пальцем нарисовано. Но это, опять же, я передаю привет своим коллегам-риэлторам. Вообще классическая Брежневка. Большая комната 19, маленькая 10, маленькая 13. Две спаленки, да? Все изолированные. Кухня 8,3 была, но сейчас она, наверное, больше. Но по фоткам там, извиняюсь, ни шиша непонятно вообще, да? Вот здесь так стоит стол. Вот стенку не видно. Жалко её не сфоткали. Но кухня-то изначально была большая. То есть идея в чём? Смотрите, друзья мои, 143 тысячи за квадратный метр. Понятно, что под ремонт. Но, тем не менее, вы сами видели, что если мы берём квартиру с ремонтом, это уже 11. Здесь, ну вот, смотрите сами. Теоретически её можно купить, понятно, не 8900, а прийти и сказать 8500. А ещё лучше 8200. И всё остальное уже сделать. Ну, дороже тоже не стоит. Ну, собственно, да. Я почему решил вам его показать? Это самая недорогая квартира с большой кухней. Понятно, что там надо внимательно смотреть документы. Понятно, что очень спорное состояние самой квартиры. Но, тем не менее, не старый дом. Тем не менее, классное расположение. Вот здесь не указан год, конечно, постройки. Но, нет, сейчас вот здесь указано. 73-й. 73-й год. Лифт есть, всё есть. То есть, дорого это или дёшево? Хорошие мои. Решайте сами. Что ж, друзья мои, спасибо вам огромное за просмотр. Пожалуйста, пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать, увидеть с нашей помощью. Я на всякий случай напоминаю, иногда спрашивают, а можно нам ещё дешевле квартиры? Мы начинали эти выборки и серию этих роликов самых дешёвых квартир. Поэтому просто отмотайте немножечко ленту назад и посмотрите, там будут все ответы на ваши вопросы. Хотите купить квартиру в ПРО Питер? Ну, это все знают. Если вы что-то нашли для себя и вам нужно проверить документы, сопроводить сделку, собрать, проверить продавца, опять же, мы этим занимаемся. Цены на это гораздо дешевле по сравнению с услугами агентов. Хотите купить новостройку без комиссии? Опять же, можно к нам. Мы всё подберём, покажем, расскажем. Вы всё посмотрите своими глазами, всё без комиссии и с нас приёмка в подарок. Друзья, в эту среду, 2 августа, мы проведём прямой эфир с Сергеем Валерьевичем, с нашим главным юристом, с моим замом и поотвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Вообще, немножечко попробуем этот формат. Если он вам понравится и вам будет интересно и мы увидим хороший отклик, будем проводить его регулярно. Напишите в комментариях хотите, не хотите, ждёте, не ждёте. И если есть какие-то вопросы, тоже можете написать, мы будем знать и постараемся на них ответить в первую очередь. Спасибо вам большое, всех обнимаю, до свидания, ваш Юрий. Редактор субтитров А.Семкин